15-13 июня 2015 года в лагерь Стан наш собрался идти в храм. Вот День Килаевич пересчитал. Идем взявшись за руки. Раз взрослые идут, дяди Никита, тетя Галя. 18 я насчитал. Два метра друг от друга за руки. Господи, благослови. Пресвятая Богородица, спаси. Все святые, молите Бога о нас. Идем. Какой у нас маршрута? А в храм идем, в этот направлении. Где батюшки? Каждый берется по двое за руки. А пожалуйста, я с радостью. Как же бабушку не навести? Тем более бабушка повар, как ее не навести? Надо дружить с ней. Баба Люба, знаете, куда ногу ставить? Куда ставить? Вот сюда вот и вот сюда вот. Вот сюда я и становлюсь. Так, сюда остановлюсь. Все направят. Все, постой. Я за тебя украшу сексуалитет. Прости меня. Все, давайте, давайте. У меня кости еще нормальные, крепкие. Поехали. Можно? Можно. А ручки нету, бабуля. За ребра. Ева должна за ребра держаться. Вот слава богу. Вот наш лагерстан. Подтянулись! Все бегут. И взрослые тоже. Даже теть Валя бежит. Миром. Миром здесь, Люба. Миром. Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok и во веки любовь. Аминь. Слава Вышней Богу, на земле мир, человек, цель благоволения. Слава Вышней Богу, на земле мир, человек, цель благоволения. Слава Вышней Богу, на земле мир, человек, цель благоволения. Господи, с неба отверстишь и устану, разъясня от полу Твою. Господи, с ним отверстишь и устану на свете от полу Твою Господи, как умножились враги мои Многие отстают на меня, многие говорят, душе моя нет ему спасения в Боге Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя И Ты возносишь голову мою Глаза мою взываю, Господа, и Он слышит меня со святой горы своей Ложусь, я сплю и встаю, ибо Господь защищает меня Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой Ибо Ты поражаешь планету всех врагов моих Сокрушаешь зубы нечестивых От Господа спасение над народом Твоим, благословение Твое Господи, не в ярости Твоей обличай меня И не во гневе Твоем наказывай меня Ибо стрелы Твои вонзились в меня Сокрушаешь зубы нечестивые 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 Песня. 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 Степа, пойдешь, посидишь? Степа, пойдешь, посидишь? Вика, тебе там удобно? Вера, иди садись. Вот Веру надо посидеть. Вера, иди садись. Вера, иди садись. Вера, иди садись. Можешь сказать, когда Иванин говорит? То, что там, когда пришли девы помазать ее в господа в пещеру, там камень был отвален. Он был сильно большой такой, его невозможно было отвалить. Еще не приду за шедей. И там сидел юноша молодой, но это был ангел Господень. И, в общем, сказал, что не ищите девушку, это в 80 лет. В общем, да. Молодец. Это хорошо, что слушал. Вы слушайте, ребятишки, Евангелие. Ну, просто так стойте и думайте о чем-то другом. Барашки, батюшки. Барашки. Бедные. Это батюшки. Муравий, как я взглянула. Муравийник на герLet. Барашки. Муравийник. Барашки. Вот на качелях он качался, есть другие штаны у тебя? Есть другие штаны у тебя? Да, есть другие, есть другие. Да. Грюки, это отверстие. Это рубашка из утрамовой, это вы же не носите так, где гулять или еще что-то. Понятно? Утрамовая одежда вас должна быть отдельная. Утрамовая чистенькая, да? Ну не строй, не строй за собой. Не надо. Самый маленький. Все, не надо. Не строй, товарищи. Пойдем, пойдем, степ. Не надо, в общем. Куда идти? Присеть. Пойдем, пойдем. Мы уже и старались. Ворлуша самый маленький. Самый маленький Назаренко, да, нравится. Ну да, но Назария-то сегодня в храме нету, Степа. А сегодня самый маленький в храме Ворлуша. Как он стоит хорошо. Молодец, Ворлуша. С папой рядом встал и стоит, молится Богу, да? Ворлуша, ты знаешь, кто наш Бог? Конечно, знаю. Конечно, знаешь? Как зовут нашего Бога? Бог. А у него есть имя? Да. Какое имя у Бога? Бог. Правильно. А вот на кресте кто был распят? Бог. Ты знаешь, что его звали Иисус Христос? Да. Вот. Иисус Христос. Ну, красную морозишку и большую. И Ворлушу уже научили родителей, как зовут нашего Бога. А кто скажет ребятишки? Распяли Христа. Распяли Христа. За что? За что пострадал? Да что он вернул? Да что он вернул? За 30 сребреников еще какие есть? Вон Аня. Да. Он взял наши грехи. Вот. Он пострадал за наши грехи. Правильно. Конечно. А Иуда Искариот его предал, как Ваня сказал, за 30 сребреников. Ну-ка. Поэтому теперь Иуда это какая? Почему? Что еще раз? Как его звали Иуда? Иуда Искариот. Искариот. Ну, из местности. Искариотский его еще называют. Местность такая была. Еще некая вельха. Так вот мы барнаульские, так он и Скариотский. Понятно? Кирилл, Андрюша, вы в какую-то церковь ходите? Да. В воскресную школу. В воскресную школу даже ходите? Да. А в какой церкви вы ходите? В какие церкви? Поняла. А Дмитрия Ростовского? Знаете, Александра Невская. А что? В Бучкино? В Бучкино. Да. Ты туда ходишь, да? В этих кукол. Это вот ты согласен и туда вот приезжаешь. У нас папа каждый воскресенье машины возит. Ммм, молодец папа. Мы всегда туда как-то воскресенье ходим. У тебя еще есть брат и сестры, Ванюш? В Возунова? Три. Один брат, кажется, девять месяцев. И две сестры однажды в пятый класс. Это я думал, ползеного. Это где мы... Ты самый старший, да, Ванюш? Ванюш? Ванюш. Молодец. Знаю, я вижу, что ты слушаешь Евангелие, значит, ходишь в церковь. Да родители верующие, да, Ванюш? Да, да. А они были. Хорошо, как вы до родителей верующие. Дети, вот у меня вполне большое такое. Вы, если садитесь, не надо разговаривать. Только один раз. Уже знаете, устав, что разговаривать в храме нельзя. Я не разговариваю. Мы не будем сейчас указывать пальцем, кто это делал. Кто делал, тот знает, о ком говорю, кому говорю. Вы все знаете, что разговаривать в храме нельзя. Нет, не знаю. Не в храме? Этот вот, валь, что попасть, и все. Давай попасть. Ручка. Аккуратно. Осторожно, Валочка. Вот, а вот, я хотела сказать. Володя, что там нельзя поставить вдоль стены лавочки. Их на псалтырь можно посадить ребятишек. Вот они бы сидели бы там и слушали бы, а мы уходим. Им тоже ж тяжело стоять. Ласточки летают в храме. Видели ласточки летают? Ласточка ее поймала, да? Мне тоже так показалось. Он выпустил ласточку. Поймал и выпустил ласточку. Ну, видимо, молодая ласточка. Попробуй ласточку. Садится, батюшки, на ручку. Мы пришли в 5, сейчас в 6 часов 13 минут. Мы уже молились целый час. Вы знаете, как петь вторым голосом? Вы знаете, как петь вторым голосом? Быстро, да? Я думаю... Спасибо. В первом голосе интереснее. Помолились за второй час. Смотри. Нет, это не просто. Нет, это не просто. Понял? Помолились. Здесь. Там, помолились одну часу. Ну, чем-то она там занята полежа. Полегли мы в 2. Нет. Уже не в форме. Полегли мы в 2 часа. Ну, ты сама будет 3 часа спать. Мы надвинем в 2 часа. Получится. Мы встали в 5 часа. Я сам слушаю говорят. Сегодня встали в 7 часов утра. Нет, вот. На службу. В 4 часа. В 5 часа. Нет, в 5 часа спали. В 5 часа служба началась, встали в 4 часа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что бывает, что согрешаем мы Знаем, что за грехи должно быть наказание, но его нет наказания И как-то успокаиваемся Ну, наверное, прошло Или, может быть, не считается это за грех И продолжаем дальше Жить так же Но вот святитель говорит в этой беседе так Итак, много согрешающие Должны больше бояться и страшиться Когда они не наказываются Нежели когда наказываются Потому что наказание их увеличивается от безнаказанности и долготерпения Божия Я встречал таких христианок Которые очень скорбели Что нет никаких искушений Скажем так, что наказание от Господа Значит, меня, говорит, наверное, Господь забыл Что вот там у соседки То-то, то-то сделали на огороде Там ночью на пакостеле У меня все опять растет Никто ко мне Значит, меня Господь не посещает Знаешь, что согрешаем Должно быть посещение Божие А его нет Значит, нужно об этом скорбеть и страшиться Господи, я грешу А почему ты меня не посещаешь? Поэтому будем смотреть не на то, что мы не наказываемся Но на то, что не согрешаем ли мы Если же грешим и не наказываемся То нам следует трепетать еще более Скажи мне Если бы ты имел какой-либо раба И только угрожал бы ему А не бил его То когда он больше боялся бы Когда убегал бы Когда убегал бы Когда решился бы набегаться Не так далее Когда бы ты только угрожал Потому что мы и внушаем Не угрожать постоянно друг другу Чтобы страхом не смутить слишком душу Чтобы этим не мучить ее больше, чем ранами В одном случае наказание бывает временно А в другом постоянно Поэтому если никто не страдает Теперь от этого серпа Не смотри на то Но думай Делаются ли такие дела Многое и теперь делается такое Что было во времена потопа Но потопа нет Потому что предстоит гиенна и мучения Многие грешат Подобно садомленам Но огненный дождь Не сходит на них Потому что Уготована Река огненная Многие дерзули Сделать то же, что фараон Но не подверглись Одинаковому с ним наказанию Не потоплены в черном море Потому что их ожидает Море бездны Где наказание Не будет сопровождаться Бесчувствием И не окончатся в смерти Но где они будут мучиться Более И более подвергаясь Наказанию Жизнью Жением И удушению Многие дерзули Грешить Подобно Израильтянам Но змеи не угрызали их Потому что Их ожидает Червь Нескончаемый Многие дерзули Делать то же, что Генезий Но не были поражены Проказой Потому что Вместо проказы Им предстоит быть Расчищенными Пополам И подвергнуться Одной участи С лицемерами Многих Клялись И нарушали Клятву Но если Они избежали Наказания Не будем Полагаться На это Потому что Их ожидает Скрежет Зубов Да и здесь Может быть Они испытают И не избегнуть Наказания Если не тотчас То при других грехах Так что Наказание будет Более тяжким И мы здесь Часто По поводу Малых Проступков Воздаем Вполне И завелите И так Когда заметишь Что с тобой Случилось Что-нибудь Вспомни И этот грех Свой Так именно Было И с сыновьями Иакова Помните Братьев Иосифа Они Продали Брата Покушались И лишить Его жизни И лучше сказать Уже и лишили Сколько Это От них Зависело Обманули Опечалили Старца И ничего Не потерпели Но спустя Много лет Они Подверились Крайней опасности И вспомнили Об этом Грехе А что Сказано Не выдумка Послушай Что сами Они говорят Точно Это мы Наказываемся За грех Против нашего Брата Так точно И ты Когда случится Что-нибудь Скажи Да Мы Во грехе Потому что Не послушали Христа Потому что Клялись Частые Клятвы Клятвы Просупления Пали На мою Голову Случится что-то И сразу Первым делом Что у нас Господи За что Будто бы Не за что Сразу За что Я не грешу Вроде бы Невиновен И все А вдруг Какое-то Небольшое Наказание Как бы Получилось Испытание Какое-то Бог Дает тебе Время Чтобы Ты Омылся И когда Ты Медлишь Он Посылает Наконец Наказание Видели Вы Что потерпели Солгавшие Ананей Сапфир Отсюда Поймите Чему Подвергнутся И нарушающие И нарушающие Клятвы Поймите И пристаньте Вовсе Клясться Потому Моляю Вас Будем Внимательны Внимательны К самим Себе Чтобы Избегнув Наказания Здесь Удостоиться Милости От Бога По благодати И щедротам Единородного Сына Его С которым Отцу И со Святым Духом Слава Держава Честь Ныне И пристань И во Веки Веков Аминь Завтра В 8 часов Будет молитва В Храме Божественной Литургии В час дня В лагере Будет Молебен Храни Всех Господь Благосвятный Молебен Благосвятный 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 Молебен Благосвятный